МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире события в студии Андрей Трой. Смотрите в выпуске. Свет в конце тоннеля. Зарплату сотрудникам автоваз-агрегата начнут выплачивать в ближайшие дни. Об экономической ситуации в области и стране речь шла на встрече губернатора с представителями профсоюзов. Здесь жил великий режиссер. В самарской квартире Эльдара Рязанова откроют музей. Предусмотреть все. Депутаты Гордумы проверили, насколько безопасны самарские школы. Долгожданную зарплату сотрудники предприятия автоваз-агрегат смогут получить уже на следующей неделе. Первый транш в размере 40 миллионов рублей переведен сегодня. Как обстоит ситуация на других крупных предприятиях региона, обсудили на встрече губернатора Николая Меркушкина с представителями профсоюзов. Репортаж Лариса Шлафаст. Перед началом встречи губернатор поприветствовал каждого из представителей профсоюзов области. Обсудить экономическую ситуацию в регионе собрались самые активные представители крупных предприятий. Сегодня мы понимаем, какие задачи стоят перед нашей областью, чтобы был опорный регион Российской Федерации. Мы понимаем, какие задачи будут стоять в политическом плане сегодня перед нашим народом, перед профсоюзными организациями. Мы понимаем, что необходимо избрать достойных людей в Губерскую думу, в Государственную думу. Поэтому мы, я думаю, включимся в эту работу по всем регионам. Сейчас в Федерации профсоюзов области состоит 600 тысяч человек. Нужно добиться, чтобы на каждом предприятии региона был свой профсоюз, считают участники встречи. В этом случае все права работников будут гарантированы. Председатель Федерации профсоюзов Павел Ажередов поблагодарил губернатора за помощь в решении проблем работников предприятия «Автовазагрегат». Глава региона потребовал от владельца «Автовазагрегата» полного погашения долгов по зарплате в течение месяца. Алексей Козлов дал Николаю Меркушкину соответствующие письменные обязательства. Все долги будут полностью выплачены до конца марта. Сейчас власти региона оказывают все возможные меры социальной поддержки сотрудникам предприятия. Субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, материальная помощь, бесплатное школьное питание, содействие в трудоустройстве. В целом показатели авторынка в стране падают. Есть снижение и у «Автоваза». По словам губернатора, ситуация непростая, но на предприятии сделано много, чтобы поднять качество продукции. «Автоваз» упал меньше, он в прошлом году упал примерно на 7% меньше, чем общий рынок в стране. На самом предприятии сделано много того, в том числе работа с трудовым коллективом, с рабочим, со специалистом, стандартом тем, которые есть на западных концернах машиностроительных или автомобильных. Они приблизились в этом отношении к тем стандартам, которые есть там. Представители профсоюзов обратились к губернатору с просьбой провести встречу с первичными организациями в конце апреля. А 1 мая – праздничный митинг на набережной с тематическими площадками крупных предприятий области. Глава региона инициативу поддержал. Лариса Шлафаст, Артем Сулайманов, События. Новые развязки, реставрация фасадов и реконструкция исторической части Самары. Эти темы стали главными на встрече депутатов Губернской думы и областного министра транспорта с сотрудниками Самарского электромеханического завода. О грядущих стройках века репортаж Марины Матвейшиной. В его фасаде отразится город. Электромеханический завод к 2018 году могут сделать зеркальным. Само же предприятие, чего опасались его сотрудники, никуда переносить не будут. Завод находится неподалеку от Хлебной площади. И его сотрудников очень волнует, как изменится транспортная инфраструктура. В частности, речь заходит о строительстве Фрунзенского моста. Строительство Фрунзенского мостового перехода включает в себя строительство сразу нескольких объектов. Это транспортная развязка на улице Фрунза, мост через реку Самара, мост через озеро Банное и транспортная развязка на улице Шоссейное. Новые автомобильные трассы будут включать в себя шесть полос и протяженность ее будет составлять почти три километра. Возле самого завода будет проходить трасса в максимум четыре полосы. А все подъезды к нему, по которым идут поставки компонентов на предприятие, останутся доступны, заверяют руководителей завода. Сейчас идет возведение опор на реке Самара и озере Банное, а также расчистка территорий для транспортных развязок. Рассчитываем в 2018 году движение открыть. Объект к чемпионату, он как таковой не предусмотрен. К чемпионату предусмотрена другая транспортная схема, но тем не менее мы стараемся при должном финансировании к чемпионату открыть движение. Хотя бы по половине моста есть такая технология. Мост по улице главный, он перегружен, и вы все прекрасно знаете, ездите или бываете в Чес-Пик, там проекте очень трудно. Поэтому этот мостовой переход в Рунинске очень важен для городского округа Самары. И он, надеюсь, будет осуществлен в те сроки, которые были озвучены. Сотрудников завода посвящают и в планы реставрации исторических зданий, а также возможной застройки территорий. Марина Матвеевшина, Алексей Золотенков, События. 17 самарских дорог, несмотря на кризис, преобразятся в 2016 году. Более полутора миллиардов рублей, выделенных из городского, областного и федерального бюджетов, позволят привести в порядок улицы, которые не ремонтировались несколько лет подряд из-за недостатка финансирования. В этом году ситуация обострилась из-за погоды. Частые скачки температуры привели к разрушению дорожного полотна. Первый замглавы города Владимир Василенко рассказал журналистам о строительно-дорожных планах. Марина Мирная поделится подробностями. 1 миллиард 700 миллионов рублей на дороге в этом году комплексно отремонтируют 17 улиц. В середине апреля масштабные работы начнутся на Лесной, Осипенко, Волжском проспекте, Некрасовска и многих других. Городские артерии преобразятся, заменят бордюрный камень, уложат новое асфальтовое покрытие и приведут в порядок тротуары. Большинство этих улиц расположены на гостевом маршруте. Любая хозяйка, когда ждет гостей, она приводит всегда в порядок туда, куда приедут и идут гости. Так же и здесь. Вот мы сегодня в этой части приводим город, в его исторической части. Почему вы и заметили даже улицы, которые на сегодняшний день, вот я назвал Молодогвардейская или Чапаевская, которая уходит в сторону Самарского района и доходит до этого. То есть она приводится в порядок, потому что там находятся околиные объекты культуры и наследия, красивые здания, которые попадают под туристический или гостевой маршрут. Сейчас в Самаре активно идет аварийно-ямочный ремонт. В прошедшую ночь силами шести бригад работы велись на участках улиц Советской армии Максима Горького, Мичурина, проспекта Кирова. Поврежденные участки заливают асфальтобетоном, температура которого 200-220 градусов Цельсия. С 15 февраля этого года таким способом отремонтировали уже 12 тысяч квадратных метров дорог. Завод по производству асфальтобетона заработал раньше обычных сроков. И в настоящее время решается вопрос о переводе предприятия на круглогодичный режим работы. Претензии к гарантийным дорогам, которые были отремонтированы в предыдущих годах, подрядчики должны исправить до 1 июня. Там, где есть гарантийный ремонт, где есть проблемы с гарантийным ремонтом, они тоже выйдут в тот же межремонтный цикл, который когда с 15 числа и тому подобное, они в полном объеме заменят там, где нужно будет заменить верхний слой. Вот мы выйдем на строительный сезон. С наступлением же устойчивой положительной температуры дорожные службы приступят и к карточному ремонту до 100 погонных метров. Такие меры затронут улицы, комплексный ремонт которых планируется только в будущие годы. Без внимания не останутся дворы и внутриквартальные проезды. На эти цели уже выделено 175 миллионов рублей. Марьяна Мирная, Сергей Баскин, События. Какая гадость это ваша заливная рыба? Эту фразу самарские экскурсоводы будут повторять чаще. Сегодня точно стало известно. В музею памяти Эльдара Рязанова в Самаре быть. Об этом говорили на специальном совещании у главы города. Для создания такого музея причин несколько. Именно здесь Эльдар Рязанов провел первый месяц после своего рождения. После его семья жила в Самаре во время эвакуации в 40-х. В 2012 году режиссеру было присвоено звание «Почетный гражданин города». В окна старой квартиры Рязанова, где планируют открыть музей, заглянула Валерия Макарова. Это было июнь 1997 года. Я помню, мы подошли вот сюда. И он мне начал с того, сказал, «Володя, вот это окно и вот то, эти два окна – это окна в ту квартиру, где мы живем». Его же сюда, Эльдар Александрович, его в этот дом, когда он родился 18 ноября 1927 года, то его сюда принесла мама. Владимир Виттих дружил с Эльдаром Рязановым больше 20 лет. Друг семьи он хорошо знал, как тепло относился режиссер к родному городу. О том, чтобы открыть в этом месте музей, в Самаре заговорили еще в августе прошлого года. Сейчас в Рязановской квартире расположился офис департамента управления городским имуществом. По соседству – жилые помещения. Концепцию музея глава Самары Олег Фурсов поручил подготовить в ближайшие месяцы. «Какой-то рабочий может создать, разработка концепции, чтобы регулярно встречаться с обменем и сменением. Обязательно примите участие в разработке концепции сквера. Значит, тоже нужно понимать, что это объект, который будет у нас. Пожалуйста, быстро все разработайте, согласуйте и начинайте». По цифрам, которые называют сейчас, музей будет занимать не больше 120 квадратных метров. Это примерно половина первого этажа этого здания. Это позволит не только восстановить облик старой квартиры, но и сделать выставочный зал и кинозал. А еще в Самаре может появиться уже в этом году сквер Эльдара Рязанова. Сейчас здесь фактически парковка, а в будущем могут зазеленеть деревья. И именно здесь могут поставить памятник Эльдару Рязанову, нашему земляку, режиссеру, любимому по всей России. Валерия Макарова, Максим Гусев, события. 51 миллион рублей на безопасность в школах. Депутаты Самарской городской думы проехали по учебным заведениям и проверили, работают ли там камеры видеонаблюдения. Соответствуют ли условия требованиям пожарной безопасности. С делегацией отправилась и наша съемочная группа. При пожаре звонить 0-1. Информационные плакаты – обязательный атрибут в школах, так же, как и огнетушитель, сигнализация и тревожная кнопка. Информация поступает напрямую в МЧС, минуя диспетчера, что позволяет экономить до двух минут, порой решающих. В 148-й школе мы сейчас находимся. И, на мой взгляд, с моим жизненным опытом, здесь многое сделано для того, чтобы максимально облегчить путь эвакуации. Здесь установленные турникеты, тем не менее, мгновенно демонтируются. И те проемы дверные даже, которые раньше допускались там 90 сантиметров, привели в соответствие с новыми нормами на 140. Городские депутаты объехали учебные заведения, чтобы выяснить, как в них обстоят дела с безопасностью детей. В Самаре больше 150 средних школ за последние годы практически во всех установили турникеты и, конечно, камеры видеонаблюдения. Под контролем не только пожарная, но и антитеррористическая безопасность. В каждом образовательном учреждении ранее была тоже установлена кнопка тревожных сигнализаций. Она очень эффективно работает, потому что в детском учреждении охранник не имеет права иметь средства, ни оружия любого типа, ни спецсредства. И понятно, что ситуация может такая возникнуть, что даже его наличие будет неэффективно. Поэтому есть стационарная кнопка на посту. Депутатская проверка образовательных учреждений показала, что школы соответствуют правилам и требованиям пожарной безопасности. Пол, стены и потолок обработаны негорючими материалами. На каждом этаже установлены камеры видеонаблюдения, которые отражаются на пульте охраны. Марьяна Мирная, Станислав Левин. События. Математика, музыка и робототехника. Самые продвинутые методики раннего развития малышей представили на конкурс профмастерства работники детских садов области. А победителем, лучшим воспитателем года, стала педагог Наталья Румянцева, которая работает в 172-м саду Октябрьского района Самары. Почему с детьми так важно играть, выяснила Ольга Морозова. Строим, строим целый день. Строить, строить нам не верь. Позовем своим друзей. В этом доме царит порядок и уют. Наталья Румянцева погружает своих маленьких воспитанников в атмосферу творчества. Через конструктор малыши познают окружающий мир. Педагог детского сада 172 наряду с сотней своих коллег приняла участие в конкурсе профмастерства и стала воспитателем года Самарской области. Профессия выбрала меня. Я скажу это так. Почему профессия? Потому что пришла со своим ребенком сюда. Здесь и осталась. Для меня звание педагога-воспитателя – это не слова. Я не хочу уронить эту профессию. Более того, я хочу ее поднять на должный уровень. Всего до финала регионального этапа конкурса добрались более 30 воспитателей и два десятка музыкальных педагогов. В номинации «Музыкальная палитра» победу одержала Елена Белова из Тольятти. Эстетическое воспитание детей очень важно для раннего развития вместе с умением читать и считать, уверены жюри. Нас единственное насторожило в этом году, что у нас такой пошел серьезный технический уклон. Вот у нас математики и музыканты. Воспитатели очень увлечены конструированием, математикой, работой техникой. Вот сегодня даже обсуждали тему, что нельзя забывать, что развитие ребенка многогранно, всесторонне и целостно. Победители регионального этапа конкурса «Воспитатель года» и «Музыкальный педагог» будут представлять Самарскую область на всю страну. Несмотря на огромное количество модных методик для раннего развития, лучший способ понять ребенка – поиграть с ним, уверены воспитатели. Ольга Морозова, Григорий Плешаков, События. А теперь коротко о других темах дня. Скончавшийся на борту самолета «Москва-Благовещенск-Самарец» являлся работником РКЦ «Прогресс», сообщает 63РУ со ссылкой на госинспекцию труда в Самарской области. Мужчина был направлен в командировку в Восточное представительство предприятия на строительство космодрома «Восточный». Со слов представителей госинспекции труда, в данный момент проводится расследование. Водная переправа до Рождественной не начнется в положенный срок из-за неисправности судов, сообщает портал «Речьфлот-63». Возникшие технические проблемы на теплоходах ОМ-318 и ОМ-338 не позволяют своевременно начать пассажирскую навигацию. Срок ее открытия будет зависеть от того, как скоро проведут ремонтные работы. Перевозка пассажиров на этом маршруте пока будет производиться судами на воздушной подушке. Президент «АвтоВАЗа» Бу Андерсон заявил перед трудовым коллективом, что будет руководить предприятием до 7 апреля. Именно до этой даты он передаст дела новому руководителю «АвтоВАЗа», имя которого должно быть названо 15 марта. Кроме того, президент компании раскрыл трудовому коллективу кое-какие подробности о своем будущем трудоустройстве. Как сообщил Андерсон, его будущее место работы будет в другой компании и в другой стране. В Самару на испытания может прийти еще один низкопольный трамвай Уральского завода. Вагон был разработан в 2011 году. У этой модели нет средней секции, части соединены между собой гармошкой. Вагон имеет повышенную пассажировместимость – 210 человек. Он уже ходит по улицам Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Волгограда. Главные гуляния на Масленицу в это воскресенье развернутся на площади Куйбышева. С 12 часов там начнут работать 8 тематических площадок. На них выступят актеры муниципальных театров, дуэт, баян, микс. Впервые самарцев будут развлекать цирковые артисты. Гостей ждут традиционные русские народные забавы. Бой на подушках, гиревой аттракцион, перетягивание каната, ходьба на ходулях, подъем на 6-метровый столб с призами. На площади установят огромную чудо-печь с блинами и 4-метровый самовар с чаем. А также виновницу торжества – стилизованную куклу Масленицу. В целях безопасности гостей праздника сжигание чучела не предполагается. О чем поют полицейские? В Самаре прошел первый благотворительный концерт «От сердца к сердцу». Творческие коллективы будут давать концерты в разных уголках города при поддержке администрации Самары. Силу голоса полицейских оценила Марина Матвейшина. Песня «От сердца к сердцу» Это первый благотворительный концерт полицейских. Он открывает череду представлений программы «От сердца к сердцу». Это совместный проект областного полицейского главка и администрации города. Для того, чтобы мы с вами были успешным городом, успешными людьми, могли развиваться и не задумываться о будущем, мы должны быть вместе. Мы действительно стали больше доверять людям в форме, мы действительно стали чувствовать себя более безопасно. Когда суровые полицейские будни тянутся сплошной чередой, спасает только песня. Людям в погонах не чужды творческие порывы. В Доме культуры сотрудники внутренних дел исполняют любимые песни под аккомпанемент знаменитого полицейского оркестра. Хотим, чтобы вы воспринимали нас не как участкового полицейского, который приходит к вам в дом с тем, чтобы разобраться в той или иной проблеме. Это тоже важно и нужно. Мы посмотрели еще и душу сегодняшнего сотрудника органов внутренних дел. Запланировано еще 16 концертов. Творческий коллектив будет выступать в домах культуры, которые и сейчас активно ремонтируют за счет городского бюджета, а также парках, скверах и на набережной. Марина Матвеевшина, Григорий Плешаков. События. Дух Франции в Самаре. Фестиваль с мелодичным названием «Франкофония» стартует сегодня. Он уже более полувека проводится в 130 странах. Его главная миссия – популяризация французского языка и культуры. В программе музыкальные концерты, спектакли и даже турнир по французскому таро. На первой площадке фестиваля картинами Франции в исполнении детей любовалась Валерия Макарова. Сегодня в старинном особняке Клотта, где расположилась детская картинная галерея, открылась выставка «Немного о Франции». Здесь представлены больше сотни работ, которые ребята присылали на конкурс «Франция глазами детей». Всем авторам от 5 до 17 лет. И основными сюжетами картин стали, конечно, Эйфелева башня, Нотр-Дам-де-Пари, Мон-Мартр, французские улочки, сады, кафе и в лавандовые поля. Эта выставка открыла фестиваль «Франкофония», который продлится в Самаре до 7 апреля. Среди узнаваемых символов Франции на полотнах затесались и менее известные. Юный художник Артем Лукин удивил жюри выбором темы. Он изобразил папский дворец 14 века в Авиньоне. Его историю рассказывает теперь взахлеб. Его строили сразу несколько архитекторов по очереди. И получается, что это получилась некая смесь всех стилей средневековья разума. Детские работы впечатлили француза Тибо Аюна, директор Альянс Францесс Самара, главного организатора фестиваля. То, что меня трогает как француза, помимо того, что это конкурс для детей, в котором принимают участие ребята с самого малого возраста, это восприятие Франции, несколько идеализированное и всегда прекрасное. Поскольку Франция – это еще и законодательница мод, в соседних залах выставили эксклюзивную коллекцию кукол. Одежда на них точно воссоздает наряды 14 и 17 века. Бургундский двор в то время стал одним из богатейших в Европе, и его моды считались эталоном изящества. Во-первых, у них очень сложные головные уборы. Влияло на вот эти головные уборы, безусловно, и форма архитектурная. То есть в это время входит готическая архитектура, устремляется ввысь, и устремляются ввысь вот такие головные уборы, как здесь. Выставка «Немного о Франции» пробудет в особняке Клотта до закрытия фестиваля «Франкофония» 7 апреля. Валерия Макарова, Константин Головин. События. А теперь пришло время новостей спорта, и я передаю слово Сергею Кизоркину. Здравствуйте, я Сергей Кизоркин, и значит, вы смотрите «Самарские новости спорта». Самара получила фирменный стиль Чемпионата мира 2018. Кубок страны привезли самарские биатлонисты. Армеец Александр Кудашов, третий на первом этапе Кубка России по плаванию. Удачно сложился первый этап Кубка России для самарских пловцов. Воспитанник армейской школы Александр Кудашов на 200-метровке батерфляем занял третье место. Мастер спорта международного класса на дистанции показал двухминутный результат. Победителю, москвичу Евгению Коптелову, самарец проиграл 0,02 секунды. До серебряной медали Кудашов не дотянул какие-то тысячные. Второй этап Кубка страны по плаванию пройдет в Ростове-на-Дону в начале июня. Не уступают самарским пловцам и самарские биатлонисты. В Красноярске на шестом этапе Кубка России Дмитрий Елхин в спринтерской гонке на 10 километров финишировал вторым. Победил сибиряк Максим Буртасов. Замкнул десятку лучших еще один армеец самарского происхождения Александр Дедюхин. Зато Дедюхину Фортуна улыбнулась в патрульной гонке на 25 километров. Там он стал вторым, пропустив вперед своего одноклубника Дениса Николаева. И в продолжении футбольная тема. Все 11 российских городов, в которых в 2018 году пройдут матчи Чемпионата мира, получили свои уникальные графические стили. Центральным элементом самарской композиции стала ракетоноситель «Союз». Нигде в мире больше нет такого уникального монумента настоящей ракеты. Дополнением сюжета служат монумент славы, геральдическая коза и, несомненно, самая длинная река Европы – Волга – 3,5 тысячи километров. К примеру, Санкт-Петербург представляет «Медный всадник», «Казань», «Дракон Зеланд», «Москву», «Кремль» и «Большой театр». Это были новости спорта от Сергея Кезоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. Серьезно болен легендарный тренер «Крыльев Советов» Александр Николаевич Аверьянов. С его именем связаны первые яркие победы над грандами отечественного футбола. В том, что «Крылья» сохранили свое существование в сложные 90-е годы – огромная заслуга Аверьянова. Александр Аверьянов отдавал все свои силы «Крыльям» в финансово сложные годы. Теперь материальная помощь жизненно необходима самому тренеру. Александр Николаевич принимает дорогостоящие лекарства и нуждается в срочной операции в немецкой клинике. Операция стоит 75 тысяч евро. Родные и близкие Аверьянова просят помочь легендарному тренеру. Номер банковской карты вы видите на экране. Пока ничего не известно о том, помог ли Самарский клуб своему бывшему тренеру. С учетом немалых доходов «Крылья» могли бы сами оказать помощь Александру Аверьянову. На этом наш выпуск завершен. Аудитория телеканала «Самары ГИС» постоянно растет. Теперь мы вещаем еще и в Жигулевске. Также наш канал можно найти в кабельных сетях Новокуйбышевска, Сызрани, Чапаевска и, конечно же, Самары. Оставайтесь с нами на связи и за пределами области. Читайте нас в Твиттере, скачивайте приложения и смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Всего доброго, до встречи. Новокуйбышевск 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 Субтитры подогнал «Симон»!